Дело в том, что в прошлом году, в течение прошлого года, я писала, так как я поэтесса, я писала, такое случается с людьми, я писала цикл текстов, который называется «Ветер ярости». «Ветер ярости» — это поэтические тексты, посвященные женщинам, которые борются с насилием, и женщинам, которые его пережили. На данный момент я напечатала более тысячи экземпляров, и я сегодня посчитала, я потратила около 80 метров на то, чтобы этот зин сшить, и на обложке изображена великолепная совершенно вагина, которую написала прекрасная поэтесса Люба Макаревская, и мне помогла этот зин, собственно, сделать, сверстать из-за того, что я это делать не умею. Алена Львина, ее здесь нет, к сожалению. Я еще скажу, что я изначально думала, что я напечатаю небольшой тиражик, там 100-200 экземпляров, и все закончится, но сейчас книжки уже есть в Хабаровске, в Америке, в Германии, в Казахстане, в Дишкеке, в общем, по всей России, по всему миру, может быть, даже в открытом космосе, когда-нибудь все не появится, если там появятся такие, как мы, и такие мужчины, как у нас. И, собственно, когда я думала, что все закончится, все не закончилось, тогда я решила сделать небольшую акцию, которая называлась «Ветер ярость и последний рывок», и делала ее в Петербурге. Мы с группой феминисток в течение 16 часов печатали зин, но мы напечатали около 500 штук, и они сразу буквально тоже разлетелись, и поэтому последний рывок не получился, и я до сих пор, вот, вчера я села, напечатала, и мы с Ларитой их собрали. Вот. Я прочитаю один текст из него, он самый длинный, ну, и он такой центральный из подборки. Вот, да, еще важно, что я его делала как подарок 8 марта для женщин, и этот зин, он совершенно бесплатный для женщин, мужчинам он не полагается, но в ближайшем будущем я планирую сделать «Limited Edition» и все дела на очень дорогой бумаге, с очень дорогой печатью за очень большие деньги для мужчин, чтобы они его покупали, а я потом отдала деньги в кризисный центр для женщин. Вот. И текст я сейчас прочту. Он там минут на 8, наверное. Они спят под землей, как большие усталые звери. Кроты и землеройки кормятся их потом и отмерзшей кожей. Я слышу, как они дышат под сухой безродной почвой. Иногда в степи можно увидеть в песке дупло между кустами колючек. Это ходы кислорода к древлющим их ноздрям. Иногда ты можешь прийти и послушать, как они во сне поют на всех одну песню. И нет в ней слов, только протяжный звук. Они спят. Они ждут, когда сухая земля в рыквинах, воспаленная от их шага, прикоснется к небу. И они пойдут, подметая дороги длинными от времени волосами, собирая в косы колючки, в сухую траву и коряги. И они пойдут на стоянках своих, выпивая озера. И пойдут они, подоткнув полы юбок за пояс. Каждая пойдет, выдыхая воздух без груды и грудью. И выдыхаясь из виду ярости и разрушения. И они пойдут, оставляя следы. Все эти женщины, изуродованные насилием, убитые, заморенные чувством вины, униженные, сломанные, лежат в земле, идут по земле в сад за детьми, плодами домашнего насилия, в магазин за хлебом и молоком, чтобы накормить своего насильника, усаживаются на раздутые члены под шепот, а говорила, не хочешь, глянь, какая мокрая. Стонут от боли, пронизывающей вагину. Все они лежат в земле, могут идти по земле, могут спать, могут пить чай на кухне, проглатывать липкую спербу. Все они под землей, в темноте. И нет языка, которым опишешь ярость. Она спит, как уставшее животное в их сердцах. Многие разводят руками, как мы можем наказать насильника. Мы не можем коснуться этого. Те, кто насиловал или насилуют сейчас. Те, кто станут насиловать в будущем. Кто они? Мы не можем предотвратить. Мы не можем ответить насилием. Мы вообще ничего не можем. Мы глядим в оцепенении и ждем. Когда Энн училась в пятом классе, мальчики из класса и параллели на переменах поджидали в темном коридоре девочек. Девочки боялись ходить поодиночке. Такой темный коридор кишка есть в любой школе. Мальчики, а в пятом классе это 10- и 11-летние дети, поджидали своих одноклассниц по трое. Придавливали их к стене, задирали им юбки и залезали руками в трусы. Крики девочек заглушал шум перемены. Крик растворялся. Когда девочки рассказали об этом учительнице, она улыбнулась и ответила. Вы им нравитесь. Вот и все. Нечувствительные к насилию объясняют его симпатии или отрицают его существование. Когда девочки не нашли защиты взрослой женщины, несколько из них спрятались в углах коридора. Это называется ловля на живца. Одна из них была живцом. Она ходила по коридору туда и обратно. Всю получасовую перемену, пока маленькие насильники не пришли. Они пришли и окружили ее, прижали к стене. И тогда другие девочки вышли из темных углов и дверных проемов. Они подошли со спины к маленьким насильникам и били, били, насколько хватило сил. Лили им на головы из сок, из маленьких петропаков. Плевали им в лицо. Маленькие насильники плакали и жаловались родителям. Было разбирательство. Маленькие насильники кричали. Это несправедливо. Нет в песне их слов, только протяжные звуки. У некоторых из них нет ни груди, ни зубов. Многие помнят лица своих насильников и все, что с ними было сотворено. Только как будто не с ними, а какими-то другими телами. Другими телами, чужими вагинами, чужими волосами, чужими глазами. Глаза смотрели остекленевшие и не могли плакать, а только моргать и видеть. Они не могли пикнуть, а выли, 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 о потере своего тела, о потере своей воли, о потере себя под землей. Они были. И войн их не ударялся о стены, не возвращался к ним в уши. Он растворялся в безродной серой земле. Земля растворяла тела их. Земля удаляла боль. Земля боюкала оцепеневших, без руки, без глазок, лишь бы им не было так больно. А говорит, когда раскрывают убийство женщины, виновного судят только за убийством. Это как акция, вторая вещь в подарок. Когда можешь выбрать любую вторую вещь, цена которой не превышает цены первой. Всем насильникам, убившим женщин, дарит несколько лет свободы к сроку за убийство, а прибавляет. Из этого следует, что почти все женщины, которые были убиты, перед смертью изнасилованы. И только потом убиты. Обручальное золото их сыпалось с пальцев. Теперь темнота нам дом. Теперь темнота подземная нам дом. Теперь темнота подземная, уродливая нам дом. Моя мать сказала, он бил меня всего один раз. Да, всего один раз, по сравнению с тем насильником, который был у нее после развода. Один раз это просто пук. Это пук, он растворился в воздухе, когда она сказала, я всех простила, и ты научишься прощать. Я не стану прощать, я лежу в темноте под землей. Я лежу и чувствую, как подо мной другие женщины спят в темноте. Сердца их шепотом бьются в грудные клетки и перемежаются в песне о ненависти и боли. Я чувствую, как над землей. Я чувствую, как надо мной дуют ветры полные ярости. Они поют песню ярости и зовут нас встать и пойти. За нас отомстить, за наше женское племя. Он бил меня всего один раз, когда узнал, что я ему изменила. Линолеум весь был в крови, и плитусы, и обои. Хорошо, что обои розовые, с имитацией мрамора, подумала я тогда. На них не будет видно кровь. А потом, когда глаза заплыли синими пятнами, когда я выплюнула на Линолеум осколки передних зубов, он шпырнул меня к батарее. Было лето и не топили. Батарея была холодная. Он содрал с меня юбку, разорвал коготки вместе с трусами и начал насиловать. Он насиловал меня несколько часов подряд, а потом, когда уже светало, он принес ведро и тряпку и велел все вымыть. Я еще долго не могла встать, все болело, слез не было. Я слышала, как поют птицы за окном на рассвете, как он храпит за стеной. Он спал. Я встала и вымыла полы. Мы покрыты коркой, крови и спермы. Она стянула кожу, она опустила нас под землю. Вырастут новые груди, вырастут новые губы, волосы вырастут новые, груди черные, зубы черные, волосы черные вырастут. Новые черные от ярости, кровь, залившая вагину, затвердеет черной коркой. Неразрушимой бронею врастет в наше мясо, и на ней заблестят чистой сталью на черном острые длинные зубья. Мы заправим юбки за пояс, чтобы не пачкать их в чужой крови, чтобы каждый встречный увидел, как покраснели ноги, до самой вагины покраснели ноги от крови насильников. Им не спрятаться будет от крови. Ветер ведет нас по их следам. Ветер ярости, ветер мщения, ветер поднявший нас, разметавший землю. Ветер ярости, ветер мщения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ